Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. На одной волне молодежь Анапы пообщалась с мэром на традиционные предновогодние встречи. Опасные сети. Чем может обернуться чрезмерная зависимость от интернета и как уберечь детей от виртуальных злоумышленников? Закрытый показ. Для участников краевого семинара в Анапе был организован показ отечественного фильма «Войне. 28 панфиловцев». Ежегодная традиционная предновогодняя встреча с главой города для молодежи – своеобразная возможность сверить планы на будущее с тем, что уже сделано из намеченного. В каминном зале Центра культуры Родина, где проходила встреча, царила атмосфера взаимопонимания и доброжелательности. Как правило, из года в год результатом такого общения становится реализация тех предложений и пожеланий, что озвучивает молодежь на этих встречах. Молодежь из студенческих советов и школьного самоуправления, волонтеры, рабочие молодежь, депутаты говорили с главой города, о чем мечтают и на что надеются. Разговор получился откровенным, плодотворным для обеих сторон. Сергей Павлович делился своими ощущениями от общения с поколением юных. Самое главное, что мы вас слышим. То, что сегодня анапская молодежь является лидером в государском крае, это бесспорно и, поверьте мне, как главе очень приятно. Мы, конечно же, власть. Я, как глава, должны принимать участие в тех или иных вопросах и решать те проблемы, которые вы ставите перед нами. Я, скажу честно, и не могу сказать, что мы каждый день эти вопросы решали, но, поверьте, то, что мы делаем сегодня, в большей своей мере делается для вас. Молодежь города оценила один из самых любимых и долгожданных возрожденных жизни в этом году проектов скейт-парк. Поблагодарив главу города и за бассейн Виктория, ну а главное, что впереди – отличная новость. На инвестиционный форум в Сочи уже в феврале будет вынесен проект строительства Ледового дворца. Там будут дети, будет СМИ, будет там, ну это завтрашний день. Мы когда-то после Февропольского шоссе, это три года назад, заготовили землю под Ледовый дворец. И она есть, эта земля, ее никуда не дели, мы ее тоже провезем. И вот что-то начали общаться сегодня по инвест-предложениям на Сочи. Я говорю, послушай, а день есть в округе, если мы построим, к нам поедут. Даже в Российске нет, понимаете, ближайшие в Краснодаре. А у нас есть самое главное, есть земля, и земля с запасом, там можно и гостиницу построить. То есть будем опять предлагать, сами бы не осень, это порядка 700 миллионов рублей, это серьезная сумма для бюджета в том числе. Да он бюджету и не нужен, мы лучше за эти деньги в школу построим. А вот частный инвестор, да, вот это мы будем делать и делаем для того, чтобы в этом будущем жили мы. Серьезный вопрос поднял Никита Ванков. Парковки, предназначенные для инвалидов, занимают водители. Можно признать то, что наш город очень хорошо благоустроен, что большинство перекрестков и улиц, а особенно наша инфраструктура, автобусы, автобусные остановки. Даже вот Родина является доступными для нас. Я хочу вас за это поблагодарить от лица человека с ограниченными возможностями. Меня очень беспокоит одна ситуация, которая происходит в городе, это парковки для инвалидов, которые находятся в торговых центрах, в гипермаркете. Когда уже больше полтора лет я являюсь водителем на инвалидном коляске, когда я подъезжаю к торговому центру, все парковки для инвалидов заняты людьми, которые не являются таковыми. Я сейчас через презумпцию человека с ограниченными возможностями смотрю на все. Разговаривал с ЖКХ, чтобы опустили бордюр. Я говорю, вы не надо никого приглашать, не надо Никиту приглашать, ну возьмите детскую коляску, просто для игрушки, и катите ее. И как только она прыгнет, то, что вы в руках не можете удержать, надо переделывать, дорогие друзья. Ну то есть слышат, но не многие. Потом у нас нет системы, вот я специально попросил вас ввести в совет архитектурный, когда мы принимаем, особенно объекты многоэтажного, многоквартирного строительства, торговые объекты, когда мы даем разрешение на работу. Вот обязательно должен присутствовать человек с ограниченными возможностями, потому что только он может сказать, мне здесь удобно, а здесь я бы хотел, чтобы сделали вот так. Крепкое рукопожатие – лучшее доказательство верности и честности мужского слова. Было много очень важных вопросов о том, не закроются ли все вузы в Анапе, куда пойти работать по окончанию школы. В 15-й школе, как оказалось, нет автобуса для поездки на соревнования. Глава тут же давал поручение своим замам искать пути решения. С 1 января 2017 года будет запрещено продавать сенорозлив любой алкоголь в точках, которые расположены в многоквартирных домах. Об этих и других изменениях в законодательстве рассказали представители краевой власти. Многоквартирным считается дом, где 2 и более квартир. Там запретят разливать любой алкоголь. Ограничение касается и разливного пива. Исключение сделают для кафе и ресторанов, которые были изначально предусмотрены проектами. Однако и там разливать спиртное можно будет лишь до 23 часов. А согласно новому федеральному закону, все предприниматели, которые продают спиртное без исключения, должны будут до 31 марта приобрести и поставить на учет в налоговой инспекции кассовый аппарат. Это недолгая история. Сейчас наш закон, 71 федеральный, который специальным законом является, не устанавливает никаких требований для контрольно-кассовой техники. Но с июля 2018 года у нас внесены изменения в 54 федеральный закон. Он предусматривает наличие онлайн-касс с выходом в интернет. То есть мы пока никакого интернета не требуем. Нужна обычная контрольно-кассовая техника. Вчера были на совещании в Краснодаре, сказали, что это недолго процедура постановки на учет. До сегодняшнего дня отдельные категории предпринимателей могли продавать алкоголь, просто сдавая алкогольные декларации. Однако, по данным региональных ведомств, в Краснодарском крае 25 тысяч бизнесменов, которые торгуют пивом, при этом игнорируют свои обязательства. Для Анапы борьба с незаконным оборотом алкоголя актуальная тема, как и для любого курортного города. Городская администрация регулярно проводит рейды, выявляя нарушения законодательства и сообщая о них в полицию. Активное участие в работе принимает территориальное общественное самоуправление и казачество. При этом на краевом уровне отмечают, что ситуация в Анапе с соблюдением правил торговли алкоголем лучше, чем в других курортных городах. Здесь ситуация значительно лучше по сравнению с другими курортными городами. Не буду их озвучивать. Но здесь порядка больше. В других городах достаточно сложнее ситуация. То есть люди законопослушные соблюдают все ограничения, установленные законом. Из Анапского дельфинария на Большому Трише сбежал дрессированный северный морской котик по кличке Миша. Сотрудники предприятия очень переживают и просят оказать содействие в поиске питомца. Он не представляет никакой опасности. Он еще совсем малыш. Мы очень переживаем по этому поводу. Если есть какая-то информация и где-то был замечен наш маленький зверек, то мы бы очень были благодарны, если бы вы дали нам знать о том, где вы его видели, когда вы его видели. В любом случае, если вы его видели, не пытайтесь его поймать, не пытайтесь с ним наладить контакт, потому что это зверек, который всего боится, который никогда не был на воле. Он знает только своих тренеров. Происшествие случилось из-за того, что шторм оторвал фрагмент сетки в вольере, где содержалось животное. Двухлетний морской котик по кличке Миша может искать контакты с людьми. Сотрудники дельфинария просят всех, кто заметит в воде или на берегу животное, немедленно сообщить информацию по телефону 8-988-33-66-006. Сейчас в интернете идет самая настоящая война за умы детей и подростков. В России участились случаи суицидов для молодых людей, которые подверглись давлению специально созданных групп в социальных сетях. Помимо этого, глобальная сеть – популярный инструмент для распространения экстремистских взглядов и торговцев наркотиками. Далее о том, какие опасные секреты сегодня могут быть у детей и как этому противостоять. Одна из групп популярной социальной сети – она открытая, то есть информация в публичном доступе. Не ясно, насколько все серьезно, цели создателей таких площадок не очевидны. Вместе с тем психологи уверены – все причастные точно знают, что делают. С подростками общаются в игровой форме на их языке. Говорят, что они толстые, они переходят на салаты. Например, кушают только салаты. В мозг поступает мало питательных веществ, соответственно, человек становится более внушаем. У них есть такие, ну, игры, назовем это так, когда им, допустим, полпятого – разбуди меня. Там какая-то игра – разбуди меня в 4.20. То есть в 4 утра – и убудет. Соответственно, ребенок не высыпается, он не отдыхает, он становится более внушаем. За десятилетия с появлением интернета в каждом телефоне фактически изменился уклад жизни. Психологи рекомендуют родителям почаще самим заходить в глобальную сеть, интересоваться, что там пишут, в том числе и их детям. Договаривайтесь с ребенком. Если в социальной сети в настоящее время ситуация сложилась так, что это угрожает жизни детей, ну, значит, это нужно контролировать и говорить об этом ребенку, что здесь нет вариантов. Да, я должен знать, в каких группах ты там состоишь и с кем ты общаешься. Это не значит, что вы будете выбирать детям друзей. В городском управлении по делам молодежи регулярно мониторят социальные сети. Менее чем за месяц выявили пять страничек, где предположительно продают наркотики, а также распространяют экстремистские взгляды. Так это или нет, будут выяснять компетентные органы. Здесь подчеркивают, вся подобная идеология приходит извне. Так как прямые запреты лишь подстегивают интерес, то они предлагают альтернативу на специальном молодежном портале, а также десятках страниц во всех возможных социальных сетях, не считая тех самых лайков и репостов от единомышленников. Это наш ответ всему плохому, всем тем экстремистским идеологиям и каким-то там различным моментам, которые могут негативно повлиять на психику молодого человека. Здесь и патриотика, здесь и развлекательный контент, и туризм, и серьезные, так скажем, заметки, где человек может действительно прочитать и подумать, задуматься о том, что есть хорошее, есть плохое, но выбираешь только ты. Сегодня в группах, созданных молодежными лидерами, состоят порядка 15 тысяч человек, примерно половина анапских юношей и девушек. В управлении подчеркивают, что все это реальные пользователи, и здесь намерены далее расширять аудиторию. В идеале, чтобы на светлую сторону попадали, минуя темные углы. С 12 по 14 декабря в Анапе на базе Всероссийского детского центра смена проходит семинар молодежных СМИ, на котором собрались представители всех 44 муниципальных образований края. В течение трех дней молодые журналисты обмениваются опытом, а также получают мастер-классы от профессионалов пера. Проректор Государственного университета управления Сергей Чуев рассказал, как правильно подавать информацию, применять классические методы психологического воздействия. Телеведущий Алексей Шулепов поведал о тонкостях и особенностях профессии журналиста и о том, как важно учитывать мнение аудитории. Когда ты приезжаешь на подобные семинары, когда ты приезжаешь на какие-то мастер-классы, когда ты приезжаешь на какую-то учебу, у тебя появляется вот такой вот некий определенный запал. Запал этот по времени бывает разный. Где-то месяц, где-то два, где-то полгода, где-то год. Самое главное, чтобы вот это общение было настолько интенсивным и настолько важным, чтобы этого запала хватило нам как можно дольше. Редакторы и ведущие рассказывали о собственном опыте работы на радио и телевидении. Раскрыли некоторые секреты. Все они сходятся в одном. Для того, чтобы работать в сфере молодежной политики и СМИ, нужно постоянно развиваться и проявлять настойчивость. Я советую быть в хорошем смысле наглее. Не бояться задавать вопросы. Ждать именно того ответа, который хочешь получить. То есть, если вам ответили не так, все равно задавать еще, еще и еще. Конечно же, я советую больше читать, конечно же, наблюдать больше за молодыми людьми и понимать, что им по-настоящему интересно. В программе мероприятия для участников семинара молодежных СМИ, а также семинара совещания с руководителями органов по делам молодежи муниципальных образований края, не только обсуждение актуальных вопросов и мастер-классы, но и патриотические мероприятия, как, например, кинопоказ культового фильма о войне. Годовщину отражения атаки немецких войск под Москвой участники семинара посмотрели фильм «28 панфиловцев». К закрытому показу присоединились эксперты. Нет сомнений в том, что фильмы о Великой Отечественной войне, они необходимы, потому что события Великой Отечественной войны в жизни народов России, в жизни нынешних народов СНГ, это то, что соединяет нас. Это то, что позволяет нам ощущать, вот знаете, гражданами этого государства, наследниками подвигов и славы наших дедов и прадедов, осознать себя, что мы имеем отношение к ним. Фильм 2016 года снят режиссером Кимом Дружининым и Андреем Шалепа на средства, собранные людьми неравнодушными к сохранению памяти о подвиге советских солдат. В ноябре 1941 года решалась судьба русского народа. Когда немецкие войска приближались к Москве, на пути у них встали 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова. За время боя они уничтожили 28 немецких танков. После просмотра фильма зал аплодировал. Отметить высокую значимость фильма смогли эксперты. «Он оказывает неоценимую помощь в плане формирования определенного сознания. И это сознание я бы с полным правом назвал национального сознания, в котором отражается и культура, и ценности, и история нашего великого народа. А еще, что тут отражается, это тот подвиг, который продолжает жить в наших сердцах, который мы помним. Именно поэтому фильм оказывает такое глубокое воздействие на практически всех, кто его посмотрел. И вот сегодня реакция зала об этом свидетельствует». «Просто умереть каждый дурак сможет, а для родины нужно пожить». Героизм советских солдат впечатлил зрителей. «Сила народная заключается не в богатстве материальном, а в богатстве духа. И это богатство духа доказывается готовностью совершить подвиг во имя своего народа, во имя своего государства». А я напоминаю, что наш генеральный партнер производства на предприятии «Меркурий-2» приступил к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.